всем привет на канале с вами макс утепление несколько топовых ошибок сегодня рассмотрим задают люди часто вопросы кто первый раз на канале обязательно подписываемся на наш канал ну и собственно лайки от соответственно а также в комментариях жду все все те кто утеплял хотя бы раз дом или планируют утеплять пишите в комментариях мне интересно просто как актуально эта тема ну и собственно первая наверно ошибка всегда говорят а зачем утеплять дом если он уже у нас теплый дело в том что мы не утепляем и не делаем дом теплый а мы сохраняем тепло для этого есть простой пример когда мы можем зимой поставить палатку у нее буквально там брезентов или какая там пвх основа там миллиметровая и сидеть в ней буквально в рубашке топить печи в ней будет тепло но теплопотери огромное потому что утепление никакого нет и только перестанет топиться печь мы сразу замерзнем также происходит и с нашим домом если коэффициент теплопроводности у нас не выбран соответственно потери будут большие вы будете терять очень много денег на поддержание тепла в доме для этого делается утепление ошибка выборе утеплителя два основных у нас утеплителя самых ходовых вот у нас кусок экструдированный пенопласт есть еще пенопласт шариковый и ваты ваты делятся в общем одна общая категория ваты но не делят делятся там базальтовые стекловата там шлаковата реже берется общее у них минеральная вата соответственно у утеплителей несколько характеристик наверное самые распространенные две там скажем это теплопроводность то есть насколько он теплый до колхозному и влага насыщение влага накопления вот эти два основных принципа как сопротивляются влаге и насколько он теплый нужно учитывать при монтаже утеплителя часто ошибаются и в разных по-разному применяют там где не надо вата допустим основные применения это стены крыша утепления крыши потолка ну и пол 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 полага что-то все что условно скажем ближе к земле там цоколь фундамента отмостки все делается из экструдированного пенопласта так как у него практически нулевое влагонасыщение вата утеплитель если цоколь фундамента там ближе к земле там высокий капиллярный подсос влаги возможен соответственно она намокнет со временем или также утепляют отмостки тоже это неправильно или траншеи какие-то там проводят водопроводы тоже ватой утепляют вот такой утеплением это неправильно все что земля может намокать самый плохой утеплитель это мокрый утеплитель вата намокнет и она не будет работать как утеплитель ну и еще по пожаробезопасности соответственно вата у нас не горит пенопласты есть которые хорошо горят есть горят есть не горючие есть поддерживают тление там тоже нужно смотреть характеристику то есть утеплители подбираются по вашим потребностям это выбор толщины утеплителя некоторые вообще на глаз покупают делают некоторые смотрят как соседи сделали и не берут никакие расчеты толщина утеплителя у нас есть на канале отдельный ролик как она рассчитываться по каким критериям если чисто по простому то нам нужно узнать какие потери тепла у дома а это зависит из того с чего сделан ваш дом из какого материала и толщина стен и дополнить коэффициент теплопотерь толщиной утеплителя также утеплителя свой коэффициент теплопотерь для каждого утеплителя толщина будет разная для каждой стены и в каждом регионе то есть это нужно учитывать толщина не зависит от красоты или от соседа ошибка 4 неправильный монтаж утеплителя сама распространенная ошибка некоторые утеплитель на фасад вот как мы делаем сейчас утепление делают просто на грибки или же просто на ляпки делают тем самым между утеплителем и стеной дома остается не закрытый контур воздушная прослойка проветриваем а сверху до низа в этом случае у вас получается вентилируемый фасад и утеплитель просто перед фасадом стоит и от него толку очень мало так как за него заходит воздух вентиляция постоянно получается сквозняк и стена также охлаждается несмотря на то что перед ним утеплитель да он может сдержать какие-то прямые потоки ветра но от мороза от холода он не защищает это ошибка утеплитель должен монтироваться как можно плотнее фасаду закрытыми контурами закрытыми облочками чтобы не было никаких сквозняков под утеплителем это равносильно что допустим вы оденете плотную курточку на себя она тело ваша обтянет и выйдете в мороз и вам будет тепло или же возьмете куртку на три размера больше на будет как колоком висеть у вас и болтаться и у вас будет снизу все поддувать и вы также будете мерзнуть вроде куртка здорово большая вы замерзли собственно вот такие ошибки частые которые не задают вопросах и часто я сам вижу на объектах я их подметил что то есть еще напишите в комментариях кто что сталкиваться пишите в комментариях и дайте почитаю и сниму отдельный видеоролик если будут интересны какие-то вопросы или комментарии все всем пока до новых встреч